В отличие от многих наших спортсменов, Евгений Семененко начал свой путь во взрослом фигурном катании весьма нестандартно с чемпионата мира в Стокгольме и сразу же обзавелся огромной армией болельщиков. Именно их мы попросили подготовить для Жени вопросы и задали их перед поездкой в Ванкувер. Перед ИГР я волновался намного больше, чем перед прокатами, потому что ИГР все-таки раз в жизни, это переломный момент, уже входишь во взрослую жизнь, профессию выбираешь себе. После чемпионата мира, командного чемпионата мира, я говорю полтора месяца не катался, там буквально пару раз мог сходить на тренировки за эти полтора месяца и поставить программу. Ну так и сдавал экзамены, химия, русский, биология. Задачи справился, заработал свои баллы и поступил в медицинский институт по целевому направлению. Ну, естественно, совмещать очень сложно, но стараюсь. Распорядок дня у меня вообще очень сложный, я практически вообще не отдыхаю. Единственное, вот промежуток времени, когда я могу дать себе отдых, это суббота где-то с двух часов до восьми, а так все остальное время я чем-то занят. В университете уже были зачеты, сдал экзамен, зачет по латыни, послезавтра у меня будет зачет по анатомии. И плюс я иногда успеваю ходить очно на пары, ну, когда есть возможность. Допустим, у меня такие важные дни, это понедельник и суббота, потому что в понедельник у меня биология латынь, и потом я успеваю приходить на вторую тренировку. Есть предметы важные и есть менее важные. Первый семестр у меня три основных важных предмета. Это, естественно, самая важная анатомия, биология и латынь. А из предметов, которые мне нравятся, наверное, пожалуй, выделю анатомию и латынь. Мне как кайф учить. Было пару вопросов, как совмещать буду и так далее. У меня есть знакомые, которые также помогают мне в учебе. Будет зачет по черепу. Мне друзья со второго курса дали препарат, чтобы я мог, допустим, прямо дома, а не ходить в анатомичку. Ну, вот понедельник было что-то похожее на идеальный день. Задал зачет по латыни, пришел в юбилейный, хорошо прокатал программу, домой приехал, чуть передохнул и что-то еще получил вечером. Ну и провести время с близкими. У меня есть огромная поддержка со стороны мамы, которая мне очень много помогает в плане учебы. Конечно, соблюдать правильное питание – это неотъемлемая часть спортсмена. У меня нет каких-то ограничений, просто суточная норма. Я понимаю примерно, если я съел чуть больше этого, то вечер лучше потерпеть и не доесть. Раньше у меня влияли там 300 грамм, когда я маленький был, у меня было лет 11-12, когда я на аксель прыгал, там вес действительно очень влияет. Тут, скорее всего, влияет на выносливость. Если, допустим, ну то, если существенно там 3 балла, килограмм 2, то да, тогда и будет влияние на катание. Талисманов, наверное, нет. Просто делать то, что я обычно делаю там. Есть определенный порядок дня, которым я следую. Конечно, очень рад, что я кого-то вдохновляю своим катанием, трудоспособностью. Но это не может не радовать. Я очень рад, что, может, кому-то могу помочь, показать, что что-то возможно. Вот у меня первый плакат я увидел вот в Челябинске. Ну, плакат с моим изображением. Было очень приятно. Спасибо, что постарались. У меня есть фанатка из Японии. Она присылала мне несколько раз, она со мной давно следит, Сатое, с лет 14. Вот так держит постоянную связь. Даже когда вот я 2 года был в травмах, она всегда поддерживала. И сейчас, да, естественно, прибавились. Уже много фанатов. Есть фанаты из Китая, которые тоже присылают подарки. Спасибо им большое за это. В Питере недавно вот подарили там тоже футболку с пирожными. Тоже очень приятно было. Есть много людей, которые меня вдохновляют. Такие как Николай Алексей Николаевич, моя мама, Нейтан Чен, Миша Калина Юдзурухани. Мне, прежде всего, нравится, как люди любят свое дело, исследуют, интересуются этим, помогают другим, передают свой опыт будущему поколению. Все это не может вдохновлять. Если была бы, возможно, получиться какую-либо суперспособность, я бы выбрал телепортацию, потому что это было бы очень прикольно. У меня появилось бы немного свободного времени, оно бы прибавилось. Телепортироваться, допустим, из дома в университет и в юбилейный. Плюс у меня просто занимается большое количество времени дорога. Из Пушкина ехать все-таки далековато, где-то плюс бизнес полтора часа. Ну, просто коплю, а потом посмотрим, на что потрачу. Чтобы все родные и близкие были здоровы, были преданные друзья. Ну, не вижу, что просто был счастливым человеком.